МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Локола непростые, мы пока не будем раскрывать всех тайн. Что у нас тут зазвенит, зазвонит, и какое волшебное, а может быть, даже лечебно-полезное действие оказывают эти звуки на вас, на человека, может быть, даже по ту сторону экрана. Ну, все те, кто находится в студии сегодня, я думаю, как раз-таки каким-то способом, может быть, даже проникнуться, услышать эти волшебные звуки, вам обязательно расскажем и покажем. Телефон прямого эфира 202-11-22. Сегодня много интересного. Во-первых, как обещали, совсем скоро будем показывать ваших замечательных мам и жены, всех тех, чьи фотографии вы выкладывали в нашу группу, программу «Универсальный формат» накануне 8 марта. Вот пришло время зачитать ваши поздравления. Праздничная неделя продолжается. Ну, а еще, конечно, для вас сегодня розыгрыш. Мы разыгрываем пригласительные билеты в кино, в киновертикаль, и удивительный поход на стрижку. Замечательное парикмахерское счастье предлагает для вас омывку головы, стрижку, укладку. Ну, в общем, все, что вашей душе угодно. Я думаю, тоже хороший весенний подарок. Можно себе как-то так организовать. Ну что, предлагаю, наверное, тогда для начала посмотреть небольшой видеофрагмент, что представляют собой те самые колокола, которые сегодня будут звенеть, звонить в нашей студии. А потом мы вернемся и уже здесь вам все подробно расскажем. Мам, прибавьте звук. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Этот человек, наш современник, он долгое время работал в Кремле звонарем Но, как он сам говорит, этот звук колокола был недостаточно красивым И он искал всю жизнь совершенные, более совершенные звучания И работая на сталелитейном заводе, он пытался отливать Добиться идеального звучания Да, как только форма била, форма бронзовой пластины достигла размера иконной Вот тогда они зазвучали трех или четырех звуча И тогда он сделал себе звонницу Сделав звонницу, он звонил сначала дома Потом решил показать это людям Когда он показал людям, он не предполагал, что будет играть музыку Когда люди услышали звук, они стали смотреть с интересом И он рассказывает сам, что ему было уже одеваться некуда Он просто звонил в них, одеваться некуда И тогда должен был он звучать И тогда рождалась очень красивая музыка Эту музыку мы хотели бы научиться этой музыке у него Но в нашем центре есть две октавы этих белых, всего 14 штук И хорошая релаксация и гармонизация всего пространства Потом красивое звучание, меняется эмоциональный фон у человека Люди расслабляются и они как будто погружаются в какой-то неведомый мир Интересный звук, магический То есть сейчас, как только мы заиграем, все те, кто нас смотрят И должны немножко расслабиться, по крайней мере Вот на эти несколько минут, эти несколько мгновений Евгения, как вы узнали-то о таких вот замечательных колоколах? Ну, сложные Испытано ли на себе это? Да, конечно Несколько лет назад я в Санкт-Петербурге столкнулся Первый раз с такими колоколами Вообще, первый раз, когда услышал звук, реально понял, что что-то волшебное такое Ну, потом чаши поющие были, еще что-то там не очень глубоко А потом вот цепь случайностей, и мы с Настей подружились Оказалось, что у нас такие колоколы тоже есть И многие, кстати, называют это неким таким сегментом звукотерапии Это да Это действительно так, да? Да, действительно, это так И, между прочим, не все, кстати, были в курсе, что это действительно Наша русская там относится к каким-то вообще очень давнешним-давнешним векам Вот, и я тоже подготовила небольшую информацию, расскажу Потому что многие думают, что это как-то восточное, да? Что-то болтается Какие-то такие звукоизвлечения на веревочках, на ниточках И никто даже не подумал бы, что это вот наше такое вот проверенное временем Трудно ли, я не знаю, как-то этому научиться играть? Извлекать эти звуки? Ну, надо понимать, для чего мы будем звучать Есть звук, который может привлекать, да? Может созывать, может будоражить Есть звук, который может расслабить человека Вот, и это зависит от звонаря Только с каким чувством я подойду к этому инструменту Так мы будем звучать И научиться может любой Для этого не нужно музыкальное образование Нужно хороший слух, надо чувствовать И надо, да, понимать, для чего вы будете это делать Можно просто, да, там дома на обед всех приглашать Можно Можно, можно соседям стучать, если они в шуме А там можно собраться, да, как-то и гармонизировать, как Анастасия сказала Вот у вас два вида молоточков, или как эти штуки называются? Это резонаторы Резонаторы Которые ударяют по белому Можно нам как-нибудь сейчас? Да, этот резонатор, который используют Жихарев Александр Иванович И его ученики для того, чтобы играть музыку Красивое звучание Мы в центре используем более мягкий звук Для того, чтобы помогать людям расслабиться Делаем терапию Это самодельные или специально изданные, изготовленные? Специально сделанные, самодельные Понятно Круто Здорово Ну, пожалуйста, прошу вас Давайте послушаем сначала тот звук, который более звонкий ПЕСНЯ Такой объем невероятный И они еще продолжают с нами там разговаривать, петь Я не знаю, какой тут можно глагол употребить Еще долгое время, да, после этих вот ударов На самом деле удивительно Вот вы говорите про человека Александра Жихарева А он это преподает, он это как-то изучает Где он сейчас? Он в Москве, у них центр Они отливают эти колкала, но отливают в Италии В России эти колкала запатентованы Но за границей их не запатентовали Просто не было возможности и времени Вот, поэтому во многих, в Мариинском театре Во многих храмах играют на колкалах У него есть ученики Мы хотели бы пригласить одного из учеников Александра Ивановича Который расскажет о деятельности Александра Ивановича Который дает мастер-класс Поможет нам научиться технике игры на билах Вот, где-то, скорее всего, в апреле Мы планируем это мероприятие И более подробно узнать, как же правильно с ними обращаться Но, честно сказать, каждый может играть на этом инструменте Самое важное, то, для чего вы это делаете Теперь давайте послушаем мягкий резонанс для расслабления У Евгения, спросите, приходилось уже стучать? Я прямо здесь уже даже постучал Ну, так-то, конечно Для себя? Ну, попробуйте А какой эффект? Тут люди говорят, там, я почитала в интернете Действительно какой-то целебный, полезный А в чем он заключается? Ну, вибрация же, все на свете вибрация Колокол вибрирует, человеческое тело вибрирует Земля играет на полюсах все время Вообще, ритмы везде есть, день, ночь, зима, лето, весна Все это меняется И вот если этот ритм совпадает с твоим собственным Вот как раз получается резонанс То есть, если Земля вибрирует, и ты вместе с ней Ну, соответственно, ты силу Когда ты попадаешь в резонанс, ты берешь силу от более крупного объекта Колокол, он больше учит чувствовать вот эту вибрацию То есть, ты потом начинаешь понимать, что у тебя происходит Чувствуешь ее и подстраиваешься легче Не ломаешь пространство Сумма с этим Я вот, кстати, нашла, что впервые билл начали использовать на Руси в конце 10 века И они, кстати, были деревянные И, между прочим, билл как раз-таки по корню слово бить И первоначально изготавливался из дерева А его металлический аналог назывался Клеппала Вот так вот Так что очень многие, кстати, люди, которые жили в те времена Оставили в своих записях упоминания о том Что вот такие вот замечательные звуки были И во многих храмах, монастырях, и монахи, и прочие Другие граждане неравнодушные Вот свои какие-то волшебные, невероятные впечатления Собственно, как-то переописывали Друзья, если у вас будут какие-то вопросы к нашим гостям Может быть, хотите что-то узнать, спросить Звоните 202-11-22 Предлагаю для вас сейчас такую небольшую игру Разминочную зазываю вас в эфир Разыгрываем мы для вас сертификат на посещение Семейной парикмахерской счастья В торговом центре М5 Она находится Раз говорим про колокола Задам вам вопрос такой вот Очень интересный Может быть, угадайте Сколько весит царь колокол? Находится он в Москве Звоните 202-11-22 Ну, а мы продолжаем бить Или какой глагол употреблять? Стучать, нажимать Как вот вы говорите? Играть Играть на било Или это слово склоняется, не склоняется Било иконное Давайте Это мягонький звук Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Как будто какие-то усилители стоят Звук, он так распространяется Интересный Где-то внутри там что-то подымается Так подымается Я хотела спросить, Анастасия Вот вы каждый раз куда-то в определенное место бьете? Или есть разные какие-то места для звучания? Лучше в середину, так более мощный звук Причем сила удара очень важна Если слишком мало ударите Не будет такого звука красивого Если слишком сильно будет Очень много лишнего звука звучания Поэтому средний ритм Но это только практикой достигается Только ощущение на практике Ну, друзья мои Тут у нас сейчас, я надеюсь Такой-такой уже удивительный звук идет До сих пор он продолжает звучать И мы ждем ваших звонков 202-11-22 Телефон прямого эфира Сколько же весит царь колокол? Пытаемся выяснить у вас Если вы знаете Позвоните нам Мы будем рады и вас услышать И подарки вам вручить Есть ли противопоказания какие-то для этого? Жень, ну может, ты знаешь? Нет? Вряд ли Нет? А возраст какой-то, я не знаю Для детей, для взрослых Для стареньких людей Противопоказания, если человеку, которому Очень резкий звук не нравится Если будет резко звучать бьем Тогда, конечно, это является противопоказанием Для того, чтобы не расшатывать психику То есть, в принципе, как бы А научиться этому? Это долго нужно? Вот вы приглашаете мастера-специалиста Есть какие-то мастер-классы Поэтому, то есть, пришел и научился или нет? Да, ну, Александр Иванович Мы с ним созванивались Он сказал, что этому научиться Игре на белых можно за два дня Остальное дело в практике Даже не имея, как бы Не имея музыкального образования Никакого У создателей, автора, исполнителя этой музыки Нет музыкального образования А дома это можно у себя как-то? Есть, есть билы, которые могут быть домашние Небольшие билы Небольшая звонница Вот, можно и дома А куда, например, я не знаю Можно ли на природу это вывести? Не, как бы, не скрадется ли звук? Не распространится ли? Александр Иванович любит Жихарев Александр Иванович Он очень любит проводить на улице В Коломенском Вы знаете, в заповеднике Коломенское Они на улице звучат Стоят звонницы прямо на улице Люди слушают, приходят Отдыхают, расслабляются Ну, друзья мои Сегодня у нас действительно удивительные эксперименты Жень, ну вот у тебя Есть такая вот замечательная организация Она учебная, оздоровительная И так далее Какие вы, кроме, допустим, каких-то прослушиваний Подобных звуков Еще у себя, может быть, используете Какие-то практики Оздоровительные Раз у вас оздоровительные Ну, все, что касается славянской культуры Их очень много Я даже, честно Трудно рассказать В направлении целой кучи Все они без лекарств Это с помощью растений разных Трава Потом массаж, гимнастика Оздоровительные какие-то упражнения Колокола в том числе Вот эта тема вообще не исследована Именно из-за этого я здесь То есть хочется как-то проникнуться Просто звуком можно лечить Я уверен просто в этом Точно Вибрации можно лечить прям без сомнения Настраивать Вообще в порядок привык Гармонизировать вообще можно То есть не усиливать, уменьшать А именно в гармонию привести Со всем, что создано и проявлено А есть ли какие-то, я не знаю На практике, что действительно люди там Сцелялись от болезней Я вот веду все-таки к этому Самому волшебному, о котором говорят Ну, я расскажу сейчас Как подробно действует этот звук Знаете, что сейчас у нас Очень много стрессовых ситуаций Особенно жизнь в городе Она вся связана с сильным перенапряжением Поэтому мы все время стремимся уехать на природу За город Но как же нам все равно научиться расслабляться Как же нам отпустить стресс Расслабить мозг Большое количество мыслей все время Очень много мыслей присутствия Да, и это приводит к постоянному накоплению напряжения и стресса Когда стресс накапливается, человек становится очень раздражительным Кричит, нервничает Дерется Любая малейшая ситуация нестандартная Выбивает его из себя И человек просто в ней себя Нельзя сказать, что у нас все люди злые Да, но очень много раздраженных людей Поэтому я думаю, что терапия Которая поможет расслабить напряженный мозг Поможет отпустить мысли Это уже очень хорошая практика для того, чтобы На предупреждении заболеваний Особенно раздражительность Если у нас раздражительность Мы что, пьем? Чай травяной, да? Ну, кто-то Заливается и алкоголем К сожалению Да, к сожалению Но если бы многие люди знали, что существуют еще способы разные Чтобы избавиться от мыслей, отдохнуть Тогда, я думаю, было бы гораздо лучше И спокойнее Жилось бы нам все Да, есть у меня еще несколько вопросов Но чуть позже И у нас телефонный звонок поступил Давайте принимать Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Оксана Оксана, очень приятно Вы там ощутили по ту сторону экрана какие-то вибрации? Да Примкните к экрану Больными местами Вдруг поможет, действительно Давайте отвечайте на вопрос Сколько же весит царь колокол? Он весит около 200 тонн Ну вот, называется Интернет нам в помощь Вот именно такой ответ у меня Если что, то ты записан Правильно, молодец Быстренько сообразила Забирайте свой сертификат На посещение парикмахерской счастья В торговом развлекательном центре М5 Спасибо большое Ну, друзья мои У нас еще есть Пригласительные в кино Но это чуть позже Пока же хочу спросить У наших гостей На видео Или на аудио Записи этих звуков Оно имеет такой же эффект? Снижается, конечно То есть, если просто я зайду В какие-то социальные сети В интернет Скачаю себе какие-то видео Или аудио Надену хорошие наушники Будет ли какой-то такой? Да, будет Эффект будет Все равно Да, они звучат красиво Но, честно говоря Что когда вы вживую слушаете Пластина вибрирует И издает вибрацию Эту вибрацию Мы очень тонко улавливаем Через звук Записанный звук К сожалению Вот это вот теряется эффект Но, тем не менее Есть Я сама очень часто слушаю Выступления Александра Ивановича И могу сказать Что действительно гармонизируется И состояние И пространство вокруг Становится более спокойным А диапазон какой частот? Нет каких-то данных? Какие тут частоты? Каков диапазон? Есть, может быть, какие-то удивительные цифры? Нет? Задала сложный вопрос Да, сложный вопрос Я даже не могу сказать Неподготовленные мы Не знаем К сожалению, сложно определить Но я думаю, что что-то тоже Какие-то там, если измерять То будет какое-нибудь удивительное число Или цифры А сколько они весят вообще? Вот так вот вы легко принесли их с собой? Или все-таки тяжело? Достаточно тяжелый Но каждая пластина весят по-своему Большая звонница весят много Хорошо А вот вы говорили, что Эффект достигнут был Вот Александр Иванович Когда дошел до размера иконы То есть Форма и размер Да, форма и размер То есть он как-то Я не знаю Сам до этого дошел, да? Получается Их еще называют поющие иконы Все так удивляются Это правильное название? Красивое название Поющие иконы Как можно по иконам бить? Люди говорят Ну вот просто Как с этим? Ну это не икона Это только форма иконы Да? Сам четырехугольник Но это не икона Вот Скорее всего А не простые, обычные бывают? Никаких надписей Никаких рисунков Все это мешает Да Звук и звук Ну друзья мои Я думаю Что как раз Еще совсем скоро Мы для вас Воспроизведем Звук Который Надеюсь вам Как раз таки В этот обеденный перерыв Подарит Настоящее расслабление Пока же предлагаю Подготовиться Всех тех Кто присылал нам Свои фотографии Фотографии своих мам На наш замечательный Такой вот Импровизированный Конкурс Не конкурс Расскажи о своей маме В эфире И совсем скоро Через пару минут Уже появятся ваши фотографии Здесь у нас в студии Мы расскажем И зачитаем Все ваши поздравления Через пару минут Возвращаемся в эфир Самое главное весны Наверное Первое апреля Все-таки А почему именно он? Веселый Положительный Эмоциональный Достаточно Когда можно полубаться Больше Количества времени Наверное Так сказать 8 марта 23 февраля Конечно тоже Праздники отдельные Для женщин Для мужчин Но для меня Первое апреля Все-таки Наверное Будет А майские праздники? Майские праздники Вообще чудесные праздники Жашлыки У кого-то дача У всех по-разному Тоже чудесные В первую очередь 9 мая Потому что он Как-то Больше для Сердец Наших граждан Отзывается Ну даже У молодого поколения Как я 9 мая Как вспоминается С теплотой С теплотой 8 марта Почему? Потому что Это день наших мам Наших любимых Наших подруг Самый важный день А майские праздники? Майские праздники Ну да Потому что на них Можно хорошо отдохнуть Подольше Не знаю Девушка Никаких сейчас Интересных нет День Победы День Победы Есть только Вот единственный Наверное Да У меня 2 мая День Рождения 5 мая Это моего сын День Рождения Это мой любимый Весенний праздник Почему? Ну потому что День Рождения Это момент силы Наверное Очень много Сходится Энергетических Штучек И вообще К этому времени Чувствуешься Очень хорошо Самый главный Это весенний праздник 9 мая Великой Победы Очень такой Светлый праздник Все его отмечают Все его знают Поэтому для меня Это самое Ну и плюс выходные А 8 марта Боитесь? Нет Не боюсь Потому что Очень приятно Дарить Любимой девушке Жене Там Подарки Делать комплимент 8 марта Ну да 8 марта Ну мне нравится То что подарки Да Подарки Да А 1 апреля Майские праздники Да Тоже очень нравится Как-нибудь Будете отмечать? Да Будем Мы их отмечаем Ну вот 1 апреля Мы например Шутим Да Весенние Мне кажется Это майские праздники Которые вот С 1 мая До середины почти Потому что Они продолжительные Они веселые Начинается на улице Тепло Все ездят на дачу Все развлекаются Все гуляют У всех праздничные Веселые настроения Мне кажется Они самые прям такие Яркие Прям Жизнерадостные 1 мая Потому что Самые длинные выходные Какие-нибудь еще? Нет Ну я бы сказал 9 мая Потому что тепло И опять же Длинные выходные Ну хватит Ну для нас Март Конечно же Это праздник Наших дорогих Женщин Праздник весны Красоты И с большим удовольствием Сейчас я предлагаю Как раз таки Фотографии Ваших мамочек Дорогих бабушек На экран Для вас Я буду зачитывать Которые Вы прислали нам Поздравления Евгения Давыдова Написала Здравствуйте Моя мама зовут Ирина Ей 40 лет Родилась она в городе Иваново У нее двое детей Воспитывает их одна Ей очень тяжело справляться Со своими делами Но она не унывает И не опускает руки Очень гордится нами А мы гордимся ей Мы ее очень любим Мама у нас просто чудо Из чудес Спасибо большое Евгения Также нам прислал Артем Киселев Наша мама Наша мама Алла У мамы три дочки И я сыночек Ну как приятно Ну как приятно читать Такие слова Двигаемся дальше Моя мама Татьяна Пишет нам Оксана Поздравления от дочерей Лилии и Оксаны Смотри как солнышко Сияет в небе ярко Все для того Чтобы улыбнулась Марту ты Сегодня мамочка Тебе мои подарки Мои признания И весенние цветы Спасибо большое Следующее поздравление Нам прислал Александр Митякин Оксане И Сонечке От любящего Саши Ну смотрите Какие милые Как хорошо Что вы живете На земле Жена и дочь Мои красавицы Мое предназначение Вот так вот В эфире Сегодня можно Своих любимых Увидеть И на память Оставить это видео Даже у себя Чтобы потом Пересматривать И добрыми словами Вспоминать Как это было Петр Ивасюк Поздравляет Лилия С 8 марта Ты прекрасна Как весна Пусть снега Повсюду тают И поет Звенит душа Пусть улыбки Расцветают В ярких Солнечных лучах Счастья Я тебе желаю В этих Искренних Стихах Здорово Настоящая Весенняя Фотография Ну и Виктория Сарычева Поздравляет Свою дорогую Мамочку С нежным Весенним Праздником Желаю тебе Счастья Здоровья Улыбок Тепла Чтоб в семье Не было Ссор И обид Оставайся Всегда Такой же Доброй Милой Красивой Обаятельной И молодой Пусть Все твои Мечты Сбудутся Спасибо Что ты Есть Я тебя Очень Сильно Люблю Ну вот Такой У нас Сегодня Фото Привет Всем Тема Кто Собственно Не поленился И прислал Фотографии Своих Мам На наш Замечательный Вот такой Объявленный Конкурс Мы обещали Пригласить Кого-то Из вас В студию Думаю Мы в ближайшее Время Этим Займемся Так что Следите За информацией В новостях Нашей группы Программы Универсальный Формат Ну а Теперь Обещанный Для вас Второй Розыгрыш Это Розыгрыш Пригласительных Билетов В кино В кино Вертикаль Предлагаю Посмотреть Кадр Из фильма Что за Фильм Здесь загадан Если вы Узнали Его Звоните 202 11 22 Ну а Мы продолжаем Наш эфир У нас звонят Колокола И в нашей Студии Люди Которые Неравнодушны К удивительному Звучанию Колоколов Билла Евгения Ну вот Я Жене предложила Постучать А он говорит Я лучше послушаю Вообще Как давно Ты хочешь Уже может быть Сам научиться Этому Будешь Ходить на мастер-класс И изучать Это Ходить буду Вряд ли буду Учиться Слишком много времени Наверное потребуется На то чтобы Реально освоить Это Наверное у меня Предназначение другое Слушать стану точно И другим буду помогать Наверное Насте на этом Это ей ближе Пусть она учится Настя На каких еще музыкальных Инструментах Может быть необычных Вы умеете играть Тибетские поющие Чаши могу Так Корейский национальный Барабан могу А что ж Надо было принести С собой сегодня Могу Что еще На барабанах могу На чашах могу Действительно ли Все эти Вот музыкальные Инструменты Они Вот как-то Влияют на нас И как это Вы для себя понимаете У вас что-то Изменилось в жизни Да Влияет очень сильно На наше настроение Влияет на Психосоматику Очень сильно влияет Обычно я провожу Комплекс упражнений Мы делаем С нашими учениками И все это мы Используем В наших занятиях Как вы знаете Наши мысли Они все время Скачут То вперед То назад Очень трудно Остановить Человек очень устает От этого Когда-то я работала Государственным служащим И я помню Что сидишь Целый день За компьютером Тело практически Не двигается Но к концу вечера Ощущается Огромная усталость Огромная Почему тогда Мы так устаем Потому что Очень много мыслей Очень много Мозг находится В напряжении Информации Очень много Ну ненужный Зачастую Слишком много Время информационное Поэтому очень много У нас загружен мозг Тело К сожалению Не настолько загружено Вот Поэтому после гимнастики Особые Расслабляющие упражнения И здесь Хорошо помогает Звучание Когда мы Звучим Когда мы Слушаем звук Наши мысли Как будто Замирают Они находятся В настоящем моменте Перестает работать Мышлительный процесс И мы начинаем Отдыхать Самый большой Потребитель энергии Это наш мозг Поэтому мозг Нуждается В отдыхе И чтобы отдыхать Вот я предлагаю Приходить всем И слушать наши билы Делать упражнения Которые помогут Для того Чтобы Восстановить Свою энергетику Наше тело Оно само по себе Может восстанавливаться Но только нам нужно Не мешать ему Помогать Расслабить И отпустить мысли Это очень сложно Ну правда Очень сложно Это сделать И действительно Вы дома что-то делаете Вот у вас Есть какой-то ритуал Вы приходите домой И тринь По ним И сидите Расслабляйте Они висят на работе В центре А дома есть что-то? Дома нету Мне на работе Хватает Да, хватает Поэтому дома Мы делаем с дочкой уроки И уже Отдыхаем только Понятно Ну на самом деле Видимо Все-таки в работе Это как-то Вы уже прочувствовали На себе Потому что я вот О поющих чашах Знаю только то Что что-то там Надо как-то Тоже каким-то инструментом В чашу Это ладить И получается Тоже удивительный звук Это Я так думаю Совсем Еще пока для меня Какая-то такая Тайна, загадка Так что надо приходить И приносить Тут может быть Вокруг нас походить Я не знаю Какие-то обряды совершить Чтобы наши мысли И помыслы Были чисты Друзья У нас сейчас По-прежнему Я повторяю Есть возможность Для вас Выиграть билет В кино Вертикально Любой из фильмов Сходите в один Из лучших кинотеатров Нашего города Кадры из фильма Мы загадали Если есть у вас Возможности Желание нам позвонить Звоните 202 11 22 Мы с большим удовольствием Ждем ваших звонков Не стесняйтесь Не так много времени Остается до конца программы Может быть Еще нам Чего-нибудь Какого Мягонького Или звонкого Как хотите Жень Как лучше Как хочет душа Звонкая Звонкая Ну вот Сейчас Звучим Друзья Звучим 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 Или Звучим Если кто Только что Включил телевизор Не поймет Что здесь студии происходит. И, может быть, телевидение не передает в полной мере те звуки, которые здесь у нас, те звуки, которые должны быть. Ну, поверьте, мне хватает. Я сижу тут в полном расслаблении, чего и вам искренне желаю. Конечно, это нужно слушать живьем, конечно, это нужно на себе попробовать, испытать. И, как Евгений мне сказал в нашем телефонном разговоре, ты это услышишь и захочешь это слушать еще, еще, еще. Я думаю, что так и будет, но, друзья мои, сегодня это так называемые плоские колокола Билла, поющие колокола, поющие иконы, потому что мы выяснили, что они как раз-таки достигли в руках своего мастера человека-основателя, можно же, да, назвать? Да, он автор. Автор этих вот произведений искусств, Александр Жихарев, который, я думаю, и в интернете тоже может поделиться с вами какими-то своими наработками, своими открытиями для того, чтобы мы выяснили, что это гармонизирует, успокаивает и очень хорошо влияет на человека. Ну, есть у вас еще немножко времени, чтобы звонить нам в студию. 202-11-22. Что за фильм? Мы загадали, ну, как же это можно не угадать? Мне кажется, этих уже людей многие знают в лицо. Звоните 202-11-22. Скажите, где можно получить информацию о том, кто когда куда приедет в апреле, вы говорили? Ну, мы будем в интернете, вконтакте, в группах, и ну, сложно сейчас сказать, как мы где-то будем размещать информацию, постараемся сообщить об этом. Концерт 17, 18, 19 апреля, дата уже практически утверждена. Места пока еще неизвестно. Ну, да, с местом пока еще. Надо будет определить, сколько народ, кто вообще заинтересуется этой темой, все будет от количества людей зависеть. Ну, и хорошо бы место, где акустика будет приличная, чтобы полностью прям насладиться этим. А может и на улице? Нет? Можно. Можно. Ну, для, для, в общем, несколько будет просто презентаций для того, чтобы людей собрать. Мы будем звонить, где только сможем вообще. Это здорово. В разных местах. Мне кажется, на звук придут очень многие. Ну, и, конечно, всю информацию, если у вас будут, присылайте нам, и мы у себя в группе программы «Универсальный формат» разместим. Спасибо большое, что пришли, что удивили нас звуком таким удивительным. Ну, и я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова